Ну и теперь обо всем подробнее. Сотни спортсменов по всей стране сегодня скорбят. На соревнованиях в нашем регионе произошел трагический случай. Молодая девушка сорвалась со скалы. Происшествия обрастают все новыми подробностями. Следственный комитет заявил, ни врачей, ни спасателей на состязаниях не было. Почему, разбиралась Арина Родионова. С виду обычная запись на странице в соцсети заходила 2 марта. Вот только для многих людей, знавших Ольгу, она отзывается нестерпимой болью в сердце. Молодая, но опытная спортсменка погибла в горах. В эти выходные она прибыла из Бишкека на соревнования байкализм в Иркутской области, что послужило причиной трагедии. Сейчас выясняется. На станции Старая Ангасолка в районе Кругубайкальской железной дороги, в 19 километрах от города Слюдянка, во время проведения соревнований по альпинизму со скалы примерно высотой 20 метров упала девушка 27-летняя. По предварительным данным, данные соревнования уведомлялись о проведении соревнований лишь сотрудники МЧС. Скорая медицинская помощь отсутствовала на месте. На что организаторы возражают. Врач в составе команды был. Другое дело, что медики с альпинистами в горы не поднимаются. И МЧС предупреждали. Правда, за несколько часов до мероприятия. Но уведомление к спасателям пришло. Байкализм, мероприятие любительское, значит вызывать МЧС они могут, лишь когда несчастный случай уже произошел. По приезду девушка находилась в бессознательном состоянии. Соответственно, сразу начали заводить ее в ближайший населенный пункт, в пункт УК. Но, к сожалению, по дороге девушка скончалась. Остается вопрос, в какой момент, почему и почему решение Ольга осталось без страховки. Главный судья, он же организатор, утверждает, это несчастный случай. Потому что срыв произошел даже не на маршруте, а в момент подготовки к нему. Группа находилась на подходе к маршруту. Она подошла под маршрут, начинала готовиться к нему и произошел по непонятной причине срыв участника вниз. Там страховка не нужна по той причине, что каждый участник, он сам решает, где ему и как страховаться. Эти участники были опытные. Они один на один с рельефом, один на один с горой. И они принимают и тактику выбирают, исходя из этого рельефа и исходя из своего опыта. Родственники Ольги с трудом могут говорить о случившемся. Вспоминают, как Ольга мечтала об этой поездке. И не только потому, что никогда не была на Байкале. В голове не укладывали. Всем родным, всем близким, всем друзьям сейчас очень-очень тяжело. Особенно, конечно, Олиной маме, Ольному жениху, с которым они должны были пожениться после поездки в Иркутск. Он с ней, он присутствовал, он все видел, она погибла. Вот и он повезет Олю в бешке, кажется, домой на родину. Выходит, горы, которые так любила Оля, забрали ее к себе. Сейчас тяжело это осмыслить, но альпинизм – такой вид спорта, основной частью драйва которого и является риск. И все же организатором экстремальных мероприятий стоит быть на чеку всегда. Арина Родионова, Андрей Назаров. Новости по будням.